Всем привет! Меня зовут Руслан. Играю под Nickname of Rock, капитан команды Arkred. Сегодня мы будем просматривать демки с проигр. А точнее, будем следить за командой FURIA на карте Vertigo. Игра была недавно. Посмотрим, как они играют. FURIA начинает за атаку. Посмотрим, какой у них план на песке. Есть три пакета гранат. И, скорее всего, это будет сплит B после занятия A. Нет, это просто раскитап от One Wave Smoke. Ну, так как все должны знать, Vertigo – это карта, где чаще всего террористы заходят на A plant. Получается, и пистолетики тоже на A plant могут заходить. Ну, тут уже просто грамотный заход в A plant должен произойти. Особо тут нечего делать. Под один смок, еще есть один смок и две флешки. Это на потом оставили. Тут уже отыгрывается post-plan situation. Второй раунд мы смотреть не будем. Опускаем. Посмотрим, что у них на байраунде. Какая задумка на байраунде. Значит, играют дефолт 1-1-3. Нет, 2-2-1 играют они. Два на миду, один на бэк контроллит и два на А. Фури очень любит играть от этого смока, от ближнего, который падает за этот малый темент. Этот смок кидается для того, чтобы человек с АВП, пик по 60 смайпер Неста, не убил рукав и вообще в целом у него не было видения. И также для терроров этот смок хорош, потому что под него подходят. И просто ждут момента, когда можно будет открыться, пикнуть. То есть, когда, например, люди прошивают смоки или даже в этот смок, там не всегда получается так, что тебя убивают. То есть, ты хорошо можешь стоять и когда у людей там заканчивается патрон, ты можешь просто открываться. Еще хорошо, если твой человек, твой тиммейт будет прошивать в этот смок, то есть байтить на себя как-то. Ну, не просто шить куда попало, а, например, шить в сторону кристалла или девайса. То есть, внимание отвлекать на себя. Ты просто вот стоишь в этом смоку, ждешь, можешь заколить флешку тиммейта. То есть, но также ты должен понимать то, что как и ты стоишь в этом смоку, так и кт-шник может пройти тебя просто и запушить твоих тиммейтов. Поэтому вы должны хорошо коммуницировать в этих моментах и говорить. То есть, особо задумки нет. Вот они дали entry, сейчас еще арт наверняка убьет кого-то. Да, он убивает нитро и получает ситуацию 3 в 3, 3 в 2 уже. Винни займет аплент, так как они знают то, что остальные два игрока это б опорник и б хелпующий. Винни займет максимально сейфовая аплент, то есть, раскинет что-то. Вот он дал морик на 9, ждал своих тиммейтов, которые ему кинут, ему кинут направо-налево и сейчас будет просто посток. Установка бомбы и потом розыгрыш под плей ситуацию. То есть, это уже можно... Ну, они вот проиграли. Постребе не зашло. И этот буст может быть был дичней. Значит, еще один раунд бая. Теперь, кстати, вот арт покупает АВП не часто за терроров. Многие команды, то есть, за терроров не покупает авика. Ну, вот арт покупает АВП. Посмотрим, что он с ним сделает. Значит, он бежит либо в ледер, либо на А. На А. Значит, он просто будет контролить. Нет, он сыграет по 2-2 с авиком. Почему бы и нет? Тоже хороший такой вариант. Еще в Фурии очень... У них есть несколько занятий аромбе. То есть, они играют либо от смока малого цемента. У нас это называется артом. Либо от смока вот этого рукавия, который кристалла. Но этот смог чаще всего используют КТшники. Кидается он с пяти. То есть, с халпующим игроком, третьим игроком на А он дает этот смог, чтобы КТшник прошел через него и встал вот в этот угол и смотрел в диагональ. То есть, если вы будете стоять здесь, есть большая вероятность того, что вас не прошьют. Так что вы можете быть спокойными, если вы подойдете в упор этой балки. И поэтому Фурия, они любят сами откидывать этот смог. То есть, чтобы КТшник вышел из него. И когда они это делают, и у арта не АВП, он встает на эту позицию. То есть, проходит сюда по первому РСПу. Стоит сюда и смотрит в этот смог. И нижняя часть, то есть, он может увидеть ноги человека, который будет занимать кристалл. Поэтому Фурия вот так вот они батят. Но сейчас уже к этому, скорее всего, привыкли. И не выходит в этот смог. Но так тоже можно занимать. Потому что вас не убьют. Потом, когда кончается смог кристалла, вы можете сами уже дочекать рукав. То есть, ближнюю позицию на рукаве. И выйти в него под флеш, пикнуть уже под краном. То есть, вот это вот так работает. Ставим скорость нормальную. Смотрим, как дальше они идут. То есть, у них всегда... Не забывайте на вертигах кидать молеку на цемент. Это очень важно. Потому что, если там останется чел, и вы его не чекнете, он просто всю команду вашу бьет. Вы, когда идете втроем, ну или вчетвером, вы должны общаться. У вас должно быть понимание, кто в какую сторону смотрит. То есть, если у вас первый смотрит рукав, вы должны посмотреть ему под краном пик, или распикать вот эту зону. Не должно быть такого, что все люди смотрят одну позицию. Ну, например, вот эту. А про рукав их как будто забыли. Потому что чел, коттечник, может попросить флеш с плента и убить во всех. Ну, не всех там. Ну, многих убьет. Ну, как я и говорил. Особенно, если это брать фурию. Это команда, которая любит любым таймингом заходить на А. Под трасскид. Ну, и карта того позволяет. То есть, сейчас они еще промахнули смоком налево. Дефолт. Но, в итоге, они поставят бомбу. И будут разыгрывать в тату 4 в 3. Которую, возможно, выиграть уже 4 в 2 в 3 уже. Ну, после Planet Situation у нас смотреть не будем. Там уже все зависит от стрельбы, от того позиций. Раунда опять нет. Они опять играют дефолт. То есть, напряка рампы. У них такой дефолт. 3 рампа. Сейчас 1-1. Нет. Услышали инфу на помиду. И сейчас будут быстро занимать А. Услышали двоих на миду, которые пушили. И знают, что А заниматься не будет. То есть, агрессивно играть. И они пытаются занять рукав. И дальше выйдут на размен. 4 в 2. Но это ситуация поля террористов. Поставили бомбу. Поставил хостплоент. Выиграли раунд. Так. Теперь еще один раунд. Скорее всего, тоже будет дефолт. Да, это дефолт. Через арта смог и рукав, наверное. Нет, рукав не прилетел. Значит, просто через арта смог. Вот видите. То есть. КТшники хоть и могут шить. Но и то они этого не делают в данный момент. Эту позицию. И они могут даже понимать, потому что там есть щел. Но видите. Вот как арта вышла. Он услышал ревод. И он просто вышел и убил одного. Оставил 20 кп второму. И сейчас они уже собрались по даю. И будут дальше выбивать рампу ближней позиции. И зайдут просто под смоки. Под 20 мака. Под раскид. То есть. Сейчас опять кинется. Нет. В этом раунке не дают молик. Цемент молик не дали. И тут опять уже постановка бомбы. Постанавливать ситуацию. У Фурии все получается. Все залетает по стрельбе. Ликвид ничего не могут сделать с этой рампой. Но, скорее всего, сейчас они пойдут 4 на А. Чтоб по файт. Там. А Фурия может сделать в этот момент мид. Какой-нибудь. Больше сделать упор на мид. Сейчас они идут опять 3-1-1. А нет. Ликвиды играют 2. Пассивный апплент. Но при этом дали entry на B. И тут стоят еще 2-1-2. Мид Фурии все равно пойдет у них уже в пленте. Убил одного. Занял апплент. Слово, грубо говоря. И опять. Это раунд. Скорее всего, Фурия выигрывает. Так как у них еще есть много гранат. 2 смока. И ликвидам будет тяжело это выбивать. Если вы не оверпикаете. Не даете шанса ктешникам. То, скорее всего, это ваш раунд. Но и то Фурия. Это команда, которая очень любит агрессировать. Поэтому они занимают еще ближе позиции. Хотя могли бы просто отойти. У них еще есть смок. Молит. Но они выигрывают этот раунд. Время поджимает. Ликвиды идут. Остается один авик. Мка. И в целом будет бай. Но Фурия. Посмотрим, что они придумают в этом раунде. Будут они опять играть через дефолт. Или же что-то новое будет. Рукав смок дали. И арт пойдет, мне кажется. Да, он идет на руках. Вот пример того, что я вам говорил. Иногда даже он играет так. Сразу выбегает в этот смок под флешку тиммейта. Потому что ктешники не будут, скорее всего, этого ожидать. И он в соло сейчас смотрит все, что нужно. Чтобы тиммейты подошли ближе. И начали уже выкуривать позицию. Ближнюю рукава вот эту. Где часто стоит ктешник. И они будут опять раскидывать аппа. Два смока. Вот они заходят. Еще немаловажно, как заходите на плент. Когда вы даете эти два смока. Один человек должен оставаться на рукаве. Чтобы потом лейт играть таймингом. И помогать своим, когда они уже зашли. И поймали контакт. И сражались с ним. Вот тогда только ваш чел на рукаве может играть. Но вы даете смоки. Вот эти правый, левый. Два дыхлопных смока в плент. И под флеш. Который взрывается где-то здесь. Чтоб люди на рукаве ослепились. Вы проходите по правой дуге. И вам нужно выбить рукав. Потому что, скорее всего. Скорее всего. Тут может стоять двое. Один здесь. Может один здесь. Один здесь. Один здесь. Один здесь. Есть этапы. И вам нужно выбить рукав. Когда у вас есть. Когда плент закрыт. И вас не могут убить с девяти. Не могут убить с пятерки. И с мейна. Вам главная задача. Выбить рукав. И уже. Поставить бомбу. И сыграть бош плент. Ну я говорю. У фурии все получается. В этой игре. Даже чуть-чуть не интересно смотреть. Покажу вам рукав смог. Который кидает фурии. То есть. Самую нижнюю часть. Этого крана. Грубо говоря. И джамп троу. Вот арт опять. Он. Ну он. Переждет молика. Скорее всего. Займет ближнюю позицию. Будет ждать. Типа. Который выйдет на кристалла. И в этот момент. Его два тиммейта. Просто ждут. Его колов. Как он. И прошивают. Смок. Ну чаще всего. Это артубил нитро. Четыре. Это уже раунд проигранный. Они опять. Ничего не придумывают. Просто играют. Дефолт свой. Занятием рампы. Агрессивным. Ликвиды просто. Не могут. Ничего придумывать взамен. То есть. У ликвид есть один вариант. Чтоб. Прекратить эти. Ихние а. Пуши. Агрессию. А под смоками. Это сыграть 4 а. И прям нагло очень. Там. Они могут взорвать его. По две хаешки. Не знаю. Что-то придумать им нужно. Потому что. Если ничего не будет происходить. Они проиграют игру. Уже счет 9-1. И. Там. Фурии придется просто добрать раунды. Они будут в роли догоняющих играть. Также я говорю. То что если. Они сыграют 4 а. Есть вероятность того. То что. Хейни тот же самый. Просто. Пойдет сразу. Распикивать мид. И. Может зайти спину. Поэтому. Иногда опасно играть 4 а. Если там. Команда. Играет много вертига. И понимает. То как. Ее можно играть. Еще забыл сказать. То что. Вот видите. Вот эту вот стенку. От арта. Правая. Эта стенка. Лиса. Вы. Когда идете в руках. Вы не должны к ней подходить. Потому что. Там. Не пофиксили. Еще. Там есть баг. То что. Твой. Ваш рюкзак. Моделькин рюкзак. Будет видно. Типу. Который стоит. Вот за этим смоком. Или там. Нет смока. То есть. Который стоит под малым цементом. Он сможет вас увидеть. И вы будете там. Изи фрагом. И вас либо прошьют. Тогда. Либо он сможет. Подняться. На этот цемент. И пикнуть вас сверху. Если у них есть. КТшники откинули смок. На рампу. То есть. Поэтому. Не подходите. С той стороны. К этой стенке. Когда у них лежит. Вот этот смок. Если. Арта. Чувствует. Он иногда ловит тайминг. Заходит в этот смок. То есть. Ну. Как он чувствует. Он слышит. То что тут. 2 минимум. Да. Чел с АВП выстрелил. Но его не видели. И. Второй. Там. Сэмки. Нашивает. И. Не слышал. Он в рукаве. Тут. Не бойтесь. Иногда можно поймать тайминг. Пройти в смок рукав. И у вас. Никого не будет. И вы сможете просто. Фланкануть. Грубо говоря. Этих типов. Спину. Или же. Да. Пойти дальше. Если вы. Пойдете дальше. То у вас уже другая задача. Вы должны будете идти в сторону мида или. Ну. В сторону мида или в сторону б. Чтобы убивать ротации. Убивать. Типа. Который играет мид. И. Чтоб ваши типы зашли б. То есть. Вы должны будете колить в этот момент. Когда вы. У вас есть. Такой шанс. Промутиться. И вы промутились. Вы должны будете говорить. То что. Я иду. В спину. Тогда ваши. Тиммейты не должны. Будут. Выходить в этот смок. Или что-то там делать. Ваши тиммейты должны будут. Ждать. Вашей игры. И. У вас тут. Вариантов много. Вы можете убивать. Халпующего. Который на третий игрок. Если он отстал. То есть. Откидывал флешки. Остался в планете. Вы можете пойти дальше. Забить на А. И грубо говоря. Зайти в спину на Б. В принципе. Одинс раундов за атаку. Это очень много. Но. Так как это карта. Где можно находить. Все 15 раундов. У вас должна быть. У вас должен быть. Хороший. Дефенс. И понимать. И понимание того. Как вам надо обороняться. Против. Разных. Смоков. То есть. Терроры играют. От разных. Ситапа. Тут. Они могут. Откидывать. Макеете. И вы должны понимать. Как это. Контрить. Давайте подведем итоги. Этой демки. То есть. За защиту смотреть. В принципе. Я не считаю нужным. Так как. Счет 12-3. И. Надо добрать всего. Четыре раунда. Фурии. Чтобы выиграть эту карту. А. Так как. Я знаю. Как играет. Фурия. На. Вертиго. У них. Это одна из. Мейн карт. Грубо говоря. Сам. Одна из самых. Жестких карт. Я думаю. То что они. Выграют эту игру. Закроют. За защиту. Поэтому. Я думаю. За защиту. Нам. Нечего. Говорить. Для того. Чтобы вы. Примерно. Так же. Играли. За атаку. Вы должны посмотреть. Как минимум. Ну. Две. Три. Демки. Фурии. На. Рукав. Который. Смок. На. Всякий случай. Вы можете. Выучить. Смоки. Эти. Три. Смока. Которые. Закрывают. Полностью. Вот эту. Сторону. Они. Кидаются. Отсюда. Может быть. Если. Вам. Понравится. Такого. Формата. Видео. Я сниму. И покажу. Эти. Смоки. Не забывайте. Про. Молик. На. Цемент. Это очень важно. Когда идете. Дефолт. Играет. Один. Мид. Пассивно. Один. Бет. Там. Он. Напрягает. Но. Он. Не идет. Дальше. В основном. Вся игра. Происходит. Орампе. Если. Вы. Будете. Отжимать. Эту. Территорию. То. Вам. Дальше. Придумывать. Ничего. Не надо. Вы. Можете. Просто. Собрать. Тиммейтов. Если. У вас. Есть. Раскит. Особенно. Собрать. Тиммейтов. Заколить. Дадите. До того. Как. Все. Это. Делать. Вы. Далее. Смоки. Кидаете. Флешку. Вот. В эту сторону. Проходите. По правой дуге. Пикаете. Рукав. Убиваете. Спов. Рукаве. Ставите. Бомбы. И. Отыгрываете. После. Ситуацию. Вот. Там. Уже. Важно. То. Что. Вы. Далее. 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 Шанс. Ктешникам. Ретейкнуть. Этот. Но. Советую. Чаще. Знать. Гранаты. Больше. Общение с тиммейтами. Предлагать что-то. Это касается не только этой карты. А всего. То есть. Командная игра. Она такова. То. Что. Один человек не сможет выиграть. Карту. Выигрывают пять. Всем спасибо. Если вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Аркред. Инстаграм. Подписывайтесь на это все. Пишите в комментариях. Нужно ли вам такое видео или нет. Я буду стараться выпускать их. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok